Продолжение следует... Вместе с вами следить за ходом этого пасхального богослужения и комментировать его буду я, освященник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска. Менее часа остается до того самого момента, когда все храмы у нас на европейской части России, кто по московскому времени встречает праздник Пасхи, озарятся праздничными возгласами «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Началось уже пасхальное богослужение, самая первая его часть, которая сейчас совершается священниками перед алтарем храма. Мы видим, как облаченные в белые праздничные ризы, облачения священники совершают молитвословие перед особым платом, плащницей, которая является ничем иным, как изображением положенного тела Христа во гробе. Совершается пасхальная полуночница. Именно к этому богослужению же собираются верующие в храм и, словно воздавая поклонения положенному Христу во гробе, молятся, торжествуют, песнопениями прославляют события Пасхи Христовой. Именно о ней, о Пасхе Христовой. Поговорим и помолимся сегодня мы вместе с вами, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители. Сейчас читается и поется особое песнопение, которое так и называется «Канон полуночницы», изображающий древние пророчества о воскресении Христа, снова, вновь и вновь осмысляющие события распятия Господа Иисуса Христа, Его погребения, положения во гроб и славного, светлого Его воскресения. Празднование Пасхи Господней предварялось совершением служб Страстной Седмицы. Целую неделю, которая была по уставу исключена из названия, из последования Великого Поста, эта неделя называлась Страстная Седмица, она готовила всех верующих христиан к встрече с пасхальным благовестием. О Христе, добровольно вошедшем на крест, о Христе, страдавшем, о Христе Искупителе, звучали молитвы всех прошлых дней. И вот, символически богослужебно изображая положенное тело Христа во гробе, духовенство молится и предстоит в Церкви для того, чтобы засвидетельствовать нам о этом величайшей тайне. Итак, о чем же, о каких евангельских событиях говорят нам сегодняшняя, вот сейчас совершаемая часть богослужения? Говорит о том, как Господь, будучи погребен, приняв смерть по человечеству, своей душою, своей божественной душой, сошел во ад. Во ад, в то место, где находились души умерших и праведных людей, грешных, это не был ни рай, ни ад, но некое место нахождения Лона Авраамова, как свидетельство и Священное Писание. В то место, где находились души, ожидая своего Избавителя, своего Избавителя, Искупителя, Спасителя, Господа Иисуса Христа. Все это схождение, переход Христа, схождение Его в ад сопровождалось и на земле удивительнейшими событиями. Мы помним, как по смерти Господа Иисуса Христа на кресте совершалось землетрясение, и отмечали хронологи тех времен о том, что была и тьма по всей земле, и что совершалось воскресение умерших людей, потом явившихся в дома своим родственникам. А что же происходило в духовном мире? Христос, Бог, начальник, как говорится в богослужебных текстах, начальник, основатель, подаватель, подаятель жизни сходит в то место, где жизнь ограничена. Он сходит в ад, и от этого блистания, как пишется в Седальне, в одном из песнопений сегодняшнего канона, от этого сияния, блистания явившегося ангела, ад поколебался. Поколебалось само основание смерти, некогда предназначенный и замысленный как место отчуждения от Бога, он стал проницаем и для Бога, потому что не могло быть иначе. Нет ни одного места, пространства и времени, непроницаемого, непостижимого, несодержимого во власти Божьей. Господь есть Бог всего творения. И вот Господь, начальник жизни, входит в это место и словно взрывает этот ад. Происходит нечто неописуемое. Лукавый дьявол посрамлен. Он посрамлен тем, что Бог, проявив любовь к людям, добровольно принимает распятие. Он, имеющий власть, он, имеющий все силы мира, смиряется до грешного, падшего человеческого естества, показывая любовь к своему творению и призывая к ответу на эту любовь. Как гласит Ермус четвертой песни канона, на кресте Твое, Господи, божественное умоление, провидя Аввакум, пророк Аввакум, в изумлении взывал, Ты пресек могущество властителей, приобщаясь к находящимся в ааде, как всесильный. А вот тропарь четвертой песни канона Полуночницы, который только что был прочитан. День седьмой ты сегодня осветил, который прежде благословил упокоением отдел, Ибо ты изменяешь все, Спаситель мой, и все обновляешь, покоясь и к себе призывая. Вот такой глубочайший духовный смысл содержится в богослужениях Великой Преблагословенной Субботы, которая постепенно переходит в неделю, в день седьмой, в сам непосредственный воскресный день. Напомню, что первая часть пасхального богослужения – это пасхальная полуночница. Сейчас уже приходит постепенно к середине своего совершения, читается канон. Следующее богослужение, которое будет совершено в пасхальную ночь – это торжественный крестный ход. Крестный ход напомнит верующим о том шествии жен-мироносец ко гробу. Именно это воспоминание и надлежит нам с вами пережить и стать участниками тем, кто присутствует в храме в этот момент. Они становятся реальными, духовными сопричастниками того крестного хода. Читается канон Великой Субботы, канон полуночницы. Вот один из тропарей этого канона. Богоявление Твоего к нам, Христе, из сострадания произошедшего «Исайя, увидев свет немеркнущий от ночи, восклицал, воскреснут мертвые, и восстанут находящие в гробницах, и все на земле живущие возрадуются». Вот это пророчество, которое мы прочитали, также звучит и в библейской книге пророка Иезекииля. На богослужении Великой Субботы читалось пророчество о том, как огромное множество человеческих костей, находящихся на поле, вдруг восставали, соединяясь сустав к суставу, обрастали плоти, становялись живущими. Все это пророчески наговорило нам о том всеобщем воскресении, которое ожидает все человечество. И живущие, и усопшие. Усопшие восстанут и воскреснут, а живущие предстанут в обновленных телах для всеобщего суда. Это еще грядущее событие. Но без сегодняшнего, без пасхального события, без этого торжества, невозможно ни воскресенье, ни жизнь. Сам мир, само человеческое бытие теряет смысл, если нет воскресения, если нет жизни человеческой души вечной. Все теряет всякий смысл и основание. Но Господь изменяет, преображает все смертное, тленное, в бессмертное, плодоносное, вечное. Вот один из тропарей канона, который сейчас читается. Смертью ты изменяешь смертное, погребением изменяешь тленное, ибо ты неизменным пребываешь, как подобает Богу, делая бессмертным то, что принял. Ведь ни плоть Твоя, Господи, не увидела тления, ни душа Твоя в ааде дивным образом не оставлена. Вот такие замечательные духовные стихи. Действительно, Господь, сойдя в аад, не изменил своего божественного везде присущее, всемогущество, всеведение. Одна из стихир, используемая на богослужении, постоянно читаемая, так об этом и гласит. «Во гробе, плотски с плотью, в ааде же с душею, как Бог, в раю же с разбойником и на престоле, на престоле Божием, был еси Христе с отцем и духом, вся наполняя неописанным». Одновременно, пребывая везде и всюду, Господь открыл людям тайну спасения. Оказывается, так важна вера, имеющая не просто эмоциональную окраску, а вера во Христа. Так необходимо исповедание Бога, живого, истинного, открывающегося и нам, живущим, как и нашим предкам. Так важно сказать «Господи верую», так важно сказать «Христос воскресе», так важно принести покаяние пред Ним, Господом, а не просто перед абстрактной силой, безликой, неведомой, а может быть, специально скрываемой темной силами, чтобы не прозвучало это у нашего искреннего отношения к Богу, как к Отцу. Да, наверное, так. И, безусловно, так. Потому что враг труда человеческого, враг нашего спасения, и желает только того, чтобы мы, живя в этом мире, жили бы, как пишет апостол Павел, по стихиям мира сего, то есть не задумываясь, живем так, как живется, не размышляя, не оценивая, не принося покаяния, не участвуя в благодатном общении, не приходя в храм, как в Дом Божий. Лишь так, в полножке. Но такую жизнь, такая жизнь не приводит за Христом и не идет со Христом. Ко Христу ведет жизнь через крест, через испытания своей веры, через радость воскресения. И если здесь, на земле, мы уже сможем и научимся радоваться Пасхе Христовой, то это будет для нас самой величайшей радостью. И тем предзнаменованием осуществления и цели нашей жизни встречи с Богом. Так хочется в эту пасхальную ночь пожелать каждому из нас этого ощущения незримого присутствия Божия. Да, именно присутствие Божия, встреча с Ним, посвящено сегодняшнее пасхальное богослужение. А сейчас давайте слушаемся слова канона полуночницы. Сейчас уже звучит Ирмос девятой песни канона, и мы видим, как священнослужители начинают совершать кождение этого плата, плащаницы с изображением положенного Господа Иисуса Христа во гробе. На плащанице лежит Евангелие. Мы видим, как священник Покадив передает кодилу старшему диакону, принимает Евангелие и торжественно поднимая плащаницу, словно тело Христово из гроба воскресает, так и плащаница символически переносится на святой престол, изображая воскресение Христа из мертвых. Звучит Тресвятое. Продолжается богослужение. Звучит Покадив Пресвятая Троица помилуй нас Господи, очисти грехи наша Владыка прости беззаконие наше. Святый посетитель и вселенная мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славу от Своей Сыну и Святому Духу и ныне и пресну во веки веков. Аминь. Отче наш, ищи, ищи на небесе и до слетиться имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воле Твое ярко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам в днисе, остави нам долги наше. И окажи, мы оставляем ножником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от плохого гон. Как Христа, Своя силы слава, Царя Сибирь, Наглубка, Дмитрия и Своя веки веков. Аминь. 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 Сейчас только что мы видели, как на престоле главной святыни храма совершаются определенные действия. Мы видели, как плащаницу занесли на престол. Это символ положенного во гробе Господа Иисуса Христа и Воскресшего. Святая плащаница будет находиться на престоле каждого храма в течение 40 дней празднования Пасхи. Да, именно 40 дней празднуется Пасха во всех храмах Православной Церкви. И 40 дней ровно столько, сколько длился Великий Пост. Это праздничное продолжение, продолжительность обусловленной евангельски, обусловленной священной историей. В течение 40 дней являлся Воскресший Христос своим ученикам и апостолам. И об этом мы еще с вами поговорим. Вот сейчас в Свято-Илинском Кафедральном Соборе продолжается пасхальное богослужение. Завершилась его первая часть, самая первая часть, полуночница с чтением кануна Великой Субботы. И остается совсем немного времени для того, чтобы духовенство начало движение с крестным ходом. Напомню, что пасхальный крестный ход, который является атрибутом каждого православного богослужения, символизирует шествие жен-мироносец на гроб. Как же происходило, как хронологически происходило то событие Воскресения Господа Иисуса Христа? Итак, после распятия, после крестной смерти, в первый день после субботы, после субботнего покоя, желая восполнить, дополнить наспех совершенный обряд погребения, ко гробу, к той пещере, где был положен Христос, идут жены-мироносецы. И вот перед ними на гроб сходит ангел и происходит землетрясение. От этого землетрясения, как предполагают, камень отворяется, огромный валун, который был приставлен к гробу Христа. А стражники, что же происходит с ними? Они в страхе разбегаются. И ангел, обращаясь к женщинам, говорит, что Христос воскрес, и он встретит предваритых в Галилее. Мария Магдалина, пришедшая ко гробу раньше всех, уже извещенная этим, возвращается и сообщает апостолам Петру и апостолу Иоанну. Она говорит, что тело учителя унесли. Петр и Иоанн спешат ко гробу. Первый подбегает Иоанн. Он был моложе, но он не решился войти. И, видимо, испугался, смутился от того, что он является свидетелем этих событий. Апостол Иоанн Богослов видит, в огробе лежат только пелены, в которые было завернуто тело Христа. Подходит апостол Петр за ним и сразу же входит во гроб и видит, что сударь, который полотно, полотенце, которое было повито вокруг головы, лежит не со всеми ризами вместе, но отдельно. То есть так, как он был на главе Спасителя. То есть это говорит о том, что никто не трогал, никто не распеленал Спасителя. То, как он был запеленан в эти пелены, и сударь, так и они остались на том же самом месте. Иоанн, видя аккуратно сложенные пелены и зная запрет прикасаться иудеям к мертвому телу, первый из апостолов уверовал в воскресение Христа. А Петр, как свидетельствует евангелист Лука в 24 главе Евангелия, Петр же отошел в себе, дивясь произошедшему, удивляясь. Что же стражники? Стражники, разбежавшиеся от этого чудесного события, от того, что огромный валун открыт, от того, что они стали свидетелями известия воскресения Христа, побежали к нанявшим их первосвященникам. А первосвященники сделали не что иное, как подкупили их, дали значительные деньги и сказали, научили, как нужно говорить. Они сказали лжесвидетельствовать стражникам о том, что они якобы ночью спали, а ученики Иисуса Христа украли тело Христа из гроба, отвалив этот камень. Войны, эти стражники, так и поступили, и так и говорили. И евангелисты замечают и отмечают, что это слово о якобы специальном действии учеников унести Христа из пещеры является свидетельством его исчезновения, но никак не воскресения, якобы говорят до сих пор свидетельства евангелисты. Это слово даже до сего дня свидетельствует об этом. Но все было бы так, если бы не происходили следующие события, которые не оставили никакого сомнения ученикам Христовым и всем, преданно ожидающим этого воскресения. Ведь Христос стал являться своим ученикам, являться не духом, но и телом. Таких первых важных явлений известно пять. Первое явление. После того, как апостолы ушли от гроба, у гроба осталась плачущая Мария Магдалина. И вот вдруг ей являются два ангела, а потом является и сам Христос. Она его сначала не узнала и приняла его за садовника. И через плач спрашивают его, «Господин, скажи, где тело Учителя? Не ты ли унес его и спрятал?» А на Христос обращается к ней по имени Мария. И она понимает и узнает, слышит голос своего Божественного Учителя. И открывается, отвечает сердце ее. И она спешит обнять его, поцеловать его, воздать ему то, что так желает душа, ее верующая, преданная. Но Господь говорит ей, «Не прикасайся ко мне». Он повелевает ей, чтобы она возвратилась к апостолам, к ученикам и сказала, что Он, Христос, восходит к Отцу и Богу. Итак, Мария, возвращаясь с этим благовестием к ученикам, встречает другую Марию. И Христос является этим женщинам во второй раз и вновь повелевает сообщить о воскресении. Апостолы, когда услышали о воскресении Христа, сначала не поверили. А вот и третье явление. Путник, который явился на пути Луке и Клеопе. По дороге в Имаус Лука и Клеопа, находившиеся в Иерусалиме в те самые дни распятия Христа, погребения Его и воскресения, совершали свой путь из Иерусалима в Имаус. И вот к ним подходит некий путник, которого они не узнали, и начинает расспрашивать их о событиях в Иерусалиме. Они удивляются, что неужели он, этот путник, не знает, сколь чудесное и странное событие произошло только что. Но этот путник начинает им рассказывать нечто большее, чем они могли ожидать. Этот путник толкует им Писание, раскрывает смысл говорящегося в Писании о Христе. Он открывает им, что Христу нужно воскреснуть. И вот так они шли почти весь день и к вечеру эти путники узнают, что говорящий с ними, явившийся им, путник является самим Богом, воскресшим Иисусом Христом. Господь являлся еще много-много раз, мы об этом еще поговорим. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сейчас начинается совершение пасхальной заутренней. Тихим голосом в глубинах алтаря духовенство начинает петь стихи Рошестого Глаза «Воскресение Твое Христе Спаси Ангелы поют на небесах и нас на земле с подоби чистым сердцем Тебе славить». Стихира поется все громче и громче, совершается кождение престола, и за третьим пением этой стихиры духовенство начнет крестный ход. «Воскресение Твое Христе Христе Спаси от небес войну на небесе и нас на земле слави чистым сердцем Тебе Тебе слави свечи свечи пусты свечи пусты свечи твое христе спатье «Огнели мою на небесе и нас надем и под огни чистым сердцем Тебе слави» начинается крестный ход вокруг храма. Как вы обратили внимание с хорубами, с зажженными свечами, светильниками, с крестом украшенным тресвечником символом того пасхального света радости исходит духовенство из храма из свято-илинского из алтаря свято-илинского храма и обойдет сейчас вокруг храма этим пасхальным предпасхальным песнопением стихирой «Воскресенье Твое Христе Спаси». Именно так по всем храмам, во всех храмах русской православной церкви, православных церквей совершается пасхальное заутреннее. Это шествие, напомню, символически подсказывает нам то шествие, которое совершали жены мироносицы ко гробу Христа. И в данный момент сам храм, в котором проходит богослужение, становится гробом. Сейчас мы не видим, но я расскажу о том, что происходит вокруг храма. Крестный ход непрерывно, торжественно, с пением обходит вокруг храма и по окончании прохождения останавливается у закрытых дверей храма. Эти закрытые двери храма, как вы, наверное, понимаете, и есть тот самый вход в гроб Господень, который некогда был так тщательно защищен иудеями от учеников, так скрупулезно следили за ним стражники. Казалось бы, все силы зла следили за этим входом не дать возможности выйти из этого гроба ни свету, ни Христу, ни истине. Так подчас и в наши дни, часто мы в своей жизни реально ощущаем это действие, желание темных сил, во что бы то ни стало, ограничить наше шествие со Христом и за Христом. Словно огромный валун лежит на сердце человеческом, не давая человеку сказать «Я верю, Боже мой, приди на помощь, моему не верю», как некогда писал русский поэт Федор Тючев. Да, вот этот валун, он и положен был для того, чтобы быть отворенным. Этот валун снимается не разумом человеческим, не одним только желанием, но самой силой Божией, не вечерним, не меркнущим светом. И вот удивительно, гроб, но становится символом жизни. Крест, орудие казни становится символом спасения. И вот как глубоко духовно свидетельствуют об этом событии стихиры, песнопения, молитвы, которые используются за богослужением. богат богат гроб, ведь приняв в себя как бы уснувшего Создателя, он явлен божественной сокровищницей жизни. ко спасению нас, ко спасению поющих, Боже, Искупитель, благословенты. Как точно, мудро, ёмко и глубоко духовно описано это событие нашими благочестивыми писателями, сложившими эти пасхальные песнопения. Или вот ещё одна стихира, вот ещё один тропарь седьмой песни канона полуночницы. По закону смертных положению во гробе подвергается жизнь всех. Жизнь с большой буквы, Господь. И источником воскресения его является ко спасению нас поющих. Единым было во аде и во гробе и в Эдеме Божество Христа, нераздельное с Отцом и Духом, ко спасению нас поющих Божий Искупитель благословенты. Крестный ход вокруг Иллинского храма, как мне кажется, сейчас уже подошёл к дверям храма и вот-вот мы увидим и услышим, как озаряемая пасхальными песнопениями процессия войдёт в храм. Начинается пасхальное богослужение торжественным возгласом, прославляющим Бога Троицу, слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троицы. И начинается пение пасхального тропаря. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав». И сразу озаряется это песнопение колокольным звоном. Поются запевы, которые прославляют воскресшего Господа. Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, врази Его. Яко исчезает дым, то есть, как исчезает дым, да исчезнут, и так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. С такими песнопениями начинается пасхальное заутрие. Люди, молящиеся в храме с нетерпением ожидают входа торжественной процессии, с нескрываемым волнением и радостью, предвкушая эту пасхальное благовестие, эту встречу со Христом, с самой пасхальной радостью. И действительно, одним из величайших чудес, наверное, пасхальные богослужения можно назвать саму эту службу, ночную службу Пасхи, когда удивительное озарение радости посещает сердца верующих людей. Не остается сомнения, эта радость присуща всем. И сердце, готовящееся, желающееся встречи со Христом, с этим светом, озаряется им. Тихо, радостно, а потом все более ярко и торжественно, все громче и громче, свидетельствуя всему миру о воскресении Христа. и все верующие поют и восклицают и приветствуют друг друга словами Христос воскресе, воистину воскресе. Христос воскресе, христном свечо . Христа Христа kapita Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 И сегодня, можно сказать, вчера, около двух часов дня, мы были с вами свидетелями того, как по трансляции из Храма Гроба Господня, о том, как сходил благодатный огонь. Величайшее чудо, которое озаряет сердца многих людей, верующих и неверующих, для верующих свидетельство, для неверующих соблазны, сомнения. Но, тем не менее, это чудо, всякому желающему разобраться в его источниках, свидетельствует о том истинном свете, который дает Господь Воскресший всяким верующим. Что же происходит? В Великую Субботу по молитве православного патриарха, иерусалимского патриарха, входящего в утку-вукли, на плите, которая венчает Гроб Господень, начинается удивительное сияние, свечение пламени, от которого загораются лампады, свечи. Патриарх передает этот благодатный огонь через особое отверстие к улукли, всем находящимся верующим в храме, а те разносят его по всему Иерусалиму. Многие тысячи людей являются свидетелями схождения благодатного огня. Удивительно, что происходит. Были ведь и исследования, и были размышления, и много исторических свидетельств. Они очень древние. Уже зафиксированные свидетельства о схождении благодатного огня относятся к V-VII веку. И известно, что в Иерусалимской церкви вот это пасхальное обдение вечерней литургии Великой Субботы начиналось с древнего обряда в вождение вечернего света. Но, однако, с IX века уже источники сообщают, что это было не просто вожжение светильника, а нечто более важное, духовное. Лампады зажигались самостоятельно. Потушенные лампады в гробе Господнем, в кулукли, в этой часовне храма гроба Господня самостоятельно загорались, зажигались. Множество свидетелей. Это и западные, и восточные свидетельства. Самое первое свидетельство относится к латинскому паломнику. Его слова паломник Бернард Монах в 1867 году засвидетельствовал о том, что это чудо уже существует. Митрополит Кесарей Капедокийской Ареф в IX веке свидетельствовал об этом. В X веке клирик Никита, игумен Даниил в XII веке, арабский историк Аль-Масуди в X веке говорит о том, что происходит самостоятельное вожжение лампад, висящих над гробом Господнем. Но в самом гробе Господнем в этот момент никого не было. Это чудо происходит и сейчас, совершается и в наше время. Что же происходит? Насколько я припоминаю, один из современных ученых делал замеры. и понял, что происходит чудо возникновения холодной плазмы, этого благодатного огня, свечением, который может возникнуть только в лабораторных условиях, в исключительных обстоятельствах. Но это происходит на гробе Господнем. Интересно, свидетельство митрополита Гавриила Степлюченко, который в 1967 и 1968 годах был секретарем русской духовной миссии, находился в Иерусалиме и был свидетелем схождения благодатного огня. И вот однажды ему удалось войти в гроб Господень сразу после того, как оттуда с огнем вышел патриарх. И вот когда он зашел вместе со своим суммолитвенником, он увидел, как на плите гроба Господня горит синий огонь, огонь небесного цвета. И вот этот огонь он не обжигал и не коптил, он просто тихо горел. Его можно было взять рукой, им можно было умыться. Его можно было словно ощутить, но не ощущая. Но постепенно этот огонь приобретал силу пламени, настоящего огня, становился горячее, теплее. Но вот это свидетельство говорит все-таки о величайшем чуде. И как удивительно много надо для человеческого сердца, чтобы даже этот момент, это чудо растеплило наше сердце человеческое, чтобы отверзло сердце людей для веры в Господа. Наверное, действительно вспоминаются слова Евангелия. Часто человек нерасположенный, нежелающий встречи с Господом, может мимо него пройти, мимо гроба, мимо радости. И наоборот, человек, ищущий Бога, всегда найдет Его. Если человек от сердца скажет, и в эту пасхальную ночь, Господи, открой мне себя, научи меня веровать, позволь мне увидеть Тебя, Твой свет, осени меня Твоим светом, открой мне заблуждающему себя. Господь услышит эту молитву, и единственным известным самому Богу, этому человеку способом, откроет свет Божества сердцу человеческому, словно отвалит огромный валун от камня нашего, от пещеры нашего сердца. Пасхальное богослужение продолжается, и свидетельство этого благодатного огня и света в руках свечи, тресвечник, лесами сердца и восклосы всех молящихся. «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня на Тебе, Васия!» Звучит Иермос, песня канона. «Светись, светись, Новый Иерусалим, слава Господня на Тебе, Васия!» И вновь звучит «Малая тенья». «Малая тенья» «Малая тенья» «Малая тенья» Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! На этот глаз поются стихиры, нахвалить их, и сейчас звучат пасхальные стихиры, которые как раз по уставу в этот момент исполняются, прославляющие Пасху Христову. Да воскреснет Богу! И расточатся в рази его. Пасха Господня Пасха! Духовенство в алтаре подходит друг к другу, начиная от Владыки Митрополита и приветствует пасхальными словами «Христос воскресе!» Воистину воскресе! Желая и соединяясь с этой пасхальной радостью друг с другом, видя сияние блистания, сердец, хочется снова и снова поприветствовать всех нас этими словами «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» «Идите последнее видение жены-благовестницы, и сиону возгласите!» Поет сейчас хор «Приими от нас радость благовестия о воскресении Христовом, веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, царя Христа, узрев, как жениха из гроба выходящего!» Сколько много евангельских образов в одном только маленьком песнопении. Новый Иерусалим, новая таинственная Пасха, новый обновленный воскресением Христа, город воскресения, Иерусалим, новая Пасха, взамен Пасхи Иудейской, взамен того древнего воспоминания о событии избавления народа еврейского от рабства египетского, которое мы читаем в книге, в библейской книге «Исход» в 12 главе. Да, действительно, у древних евреев Пасха праздновалась, и праздновалась она в период с 14 по 21 день месяца Ниссана, что соответствует началу нашего марта. И также она праздновалась и во время земной жизни Христа, Господа Иисуса Христа. Ну а у нас в христианской церкви Пасхой называется праздник воскресения Господа Иисуса Христа. Пасха – переход, прохождение, прохождение мимо. Так с еврейского можно перевести это слово. В древней церкви этот праздник совершался не везде в одно и то же время. Точно известно, что почти все церкви – Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Кесарийская, Римская – праздновали Пасху в первое воскресенье после Пасхи еврейской. Но малоазийские церкви, центром которых в то время был город Эфес, праздновали Пасху одновременно с иудеями, а именно 14-го дня месяца Ниссана. Несогласие в праздновании христианской Пасхи среди поместных церквей вызывали различные так называемые пасхальные споры. Эти споры прекратились только после постановления Первого Вселенского Собора в 325 году. Вот согласно этому постановлению Пасха Христова празднуется в первый воскресный день, следующий за весенним полнолунием, которое будет в сам день весеннего равноденствия или непосредственно после него. А этот день – либо 20-й, либо 21-й марта. Если полнолуние раньше 21-го марта, то пасхальным считается следующая полнолуния. То есть прибавляется 30 дней. И тогда говорят, что Пасха поздняя, как в этом году, 1 мая. А если пасхальное полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. Интересно, что в Риме пасхальные празднования начинались в полночь наступающей Пасхе, в которой некоторые из восточных христиан считали, что Пасха приходит с рассветом. А в 6 веке, в 7 веке, извините, 6-й Вселенский собор, который состоялся в 681 году, постановил начинать празднование в средние часы ночи, то есть между полночью и рассветом. А сейчас мы видим, как в храме читается особое духовное поучение, буквально светящееся радостью Пасхи, поучение Иоанна Златоуста в день Пасхи Христовой. Давайте послушаем это поучение, а потом я коротко расскажу об его основных тезисах. Пасхи Христовой. 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 часов, а затем и праздничную, ночную, божественную литургию. Для литургии уже практически все подготовлено. Мы видим, что на престоле лежит большой плат. Это и есть плащаница, напоминание того, что мы все, предстоя как пред гробом Господним, служим на гробе Господнем. Те, кто когда-либо бывал в Иерусалиме, посещал Кувуклию, гроб Господень, был на ночном богослужении с субботы на воскресенье, помнят, как священнослужители и иерархи служат божественную литургию прямо на гробе Господнем, в пределе ангела, полагая и постевая богослужебные облачения, темицы, вспоминают события воскресения Христа. Так и в каждом храме плащаница сейчас находится на престоле и словно духовно объединяет нас с тем Иерусалимским храмом, с Кувуклией, гробом Господнем, от которого и произошло, в котором и произошло воскресение Христа. Для божественной литургии уже практически все подготовлено. Совершилась в алтаре и первая часть божественной литургии, которая обычно скрывается от взора, молящейся в храме, но не скрывается от самой сути богослужения. Эта подготовительная часть называется проскомидия, словоприношение. К этой части готовятся просворы, приносятся вино, а приходящие в храм люди приносят к этой части свои записки, поминания о здравии, о упокоении, которые прочитывает священник за проскомидией, готовясь совершить божественную литургию. Закончилось совершение иктинии. Владыка преподает свое благословение мир всем, ибо именно эти слова древнего восточного приветствия были и словами воскресшего Христа, который являлся своим ученикам. Мы уже говорили с вами о тех первых явлениях, о трех явлениях, женам-мироносицам, путникам Луке и Клеопе по дороге в Имаус. Было еще и одно явление, которое вошло в евангельскую историю, как явление Симону. А также было явление ученикам, кроме Фомы. Сквозь закрытые двери, из-за боязни иудеев, где находились ученики, Христос пришел к ним, собравшимся там, спрятавшимся, и преподал им мир, мир вам. Господь тем самым подтверждал свою телесность, телесное свое воскресение. А сейчас мы слышим, что завершается пасхальная заутерня, и сейчас прозвучит отпуск. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Продолжение следует... Продолжается череда служб суточного округа, которые соединяются в единое целое, в пасхальную ночь. Звучат часы Пасхи, так называемые краткие богослужения, которые не похожи на обычные часы, звучащие в обычное время вне праздника Пасхи. На Светлой Седмице, в самые первые, самые яркие дни праздника Пасхи, на первой неделе, часы совершаются особым образом, торжественным кождением, перед открытыми царскими вратами. В них также прославляется Господь Воскресший. Еще один момент в праздновании Пасхи мы с вами не отметили. Я хотел бы обратить ваше внимание одну очень интересную историческую деталь. Вся дело в календаре и празднование Пасхи. С 1946 года до Рождества Христова и по 1582 год греко-римский, а потом и европейский мир, как вы знаете, жил по юлианскому календарю. В IV веке была составлена так называемая Александрийская Пасхалия. Это система исчисления дня празднования Пасхи. И вот именно эта Александрийская Пасхалия и определила правила расчета даты Пасхи. В 1582 году Папа Григорий XIII ввел новый стиль, так называемый грегорианский календарь, грегорианский стиль. И разница между старым юлианским и новым грегорианским календарем в наше время составляет уже 13 дней. И вот в связи с этой разницей есть одна проблема, которая преследует буквально современный грегорианский календарь. Она заключается в том, что празднование Пасхи, рассчитанное по этому календарю, может совпадать с иудейской Пасхой. А это противоречит каноническим правилам православной церкви. Всегда православная Пасха празднуется по древней Пасхалии после иудейской Пасхи, чтобы не накладываться, не объединяться с событием, которое в корне противоречит, заменяет, утесняет тот самый главный смысл Пасхи христианской. По церковному календарю, за основу которого взят юлианский календарь, так называемый старый стиль, дата Пасхи может выпадать на любой день в период с 22 марта по 25 апреля. По нашему современному государственному календарю, грегорианскому календарю, это соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая. То есть Пасха не может быть 3-го либо 9-го мая, а только в период с 4-го по 8-е мая. Желая решить эту календарную проблему, поместные церкви Востока, Зненопольская церковь в частности, для более точного исчисления календаря, перешла на так называемый Новый Юлианский календарь, который является более точным. И в нем уже учтено вот это нарушение, которое сохраняется в современном грегорианском календаре. Праздник Пасхи не выпадает на иудейскую Пасху, решается это каноническое противоречие. Продолжается в Глинском соборе, в Глинском храме пение пасхальных часов, часов пасхальных песнопений. Поецакандак и покои праздника. А в следующем тропаре вспоминается о том, как Господь, будучи вездесущим, всемогущим, всеведущим, одновременно в моменте воскресения и своего сошествия ад присутствовал и во гробе плотью, и во аде с душой, как Бог, и в раю с разбойником, и на престоле божества, с отцом и духом, все наполняя беспредельной Божиим. Вот такие глубокие, догматические и одновременно проявляющиеся в жизни, в опыте христианской церкви торжествует сегодня пасхальное песнопение. Завершается пение пасхального часа. Вот прозвучит отпуск. И мы постепенно готовимся к совершению праздничной, пасхальной, ночной божественной литургии. Главный смысл совершения пасхальной божественной литургии это встреча со Христом, с телом и кровью Его, причащение святых христовых тайн. К этому событию верующие готовились на протяжении Великого Поста и Страстной Седмицы. И сегодня, особым образом ограничивая себя для того, чтобы, очистившись плотью, сердцем, духом, стать, подобно этому Иерусалимскому гробу, вместилищем Христа, стать достойным сосудом для причастия тела и крови Господней. Именно этому будет посвящено дальнейшее богослужение божественной литургии. Божественной литургии Божественной литургии Божественной литургии Божественной литургии Если вы обратили внимание, все молитвы и каждое богослужение начинаются словами «Христос воскресе из мертвых, смертью, смерть поправ, исущим во гробе их живот даровав». Это тропарь Пасхи. Не читается сейчас молитва Царю Небесной. Она отложена до праздника Пятидесятницы. Через 50 дней она вновь зазвучит устами православных верующих людей. Сейчас все торжество, все главенство, вся слава и свет Пасхи Господней. Божественной царством Отца и Сына и Святого Духа Ныне и пришло и вовеки веков. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 ПЕСНЯ 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 Только что на престоле был раскрыт, наполовину раскрыт антиминс. Сейчас звучат иктиния арцелуси, затем будут звучать иктинии об оглашенных, то есть о тех людях, кто сейчас готовится к святому крещению, продолжая такую подготовку. Поэтому не полностью, не до конца еще раскрыт антиминсный плат, но ожидает он своего окончательного раскрытия после слов или соглашения «изойдите», то есть «те, кто не крещеные, выйдите из храма». Да, действительно такая практика существовала в Древней Церкви. Люди, не до конца понимающие, осознающие, что происходит в храме, не ставшие верными или за какие-нибудь согрешения, тяжкие поступки, отлучаемые от церковного общения, в этот момент должны были исходить из Церкви. Я имею в виду момент, призыв дьякона или соглашение «изойдите». Сейчас это в Церкви не практикуется, но тем не менее напоминание об этом устанавливает для нас, актуализирует историческую связь с теми древним практиками Божественной Литургии, которые сохраняются в Церкви по сей день. Мы видим, что Божественная Литургия совершается при пении диакон, партодиакон, держащий, то есть старший диакон, который произносит сейчас иктиню, держит в руках свечу, как пасхальный светильник, светильник благовестия, встреча со Христом, светильник, напоминающий эту встречу с светом у гроба воскресшего Христа, спасителя, возглашает эту тенью, отец Эрастир. Диакон сейчас возглавляет диаконский чин в Святой Линьском кафедральном соборе. Рядом с ним по правой полевой руке стоят послушники церковных служителей по диакону, которые держат жест, жезл и премикирий, символы архиерейского служения. А сейчас звучит особая молитва о мире на Украине. Господь, немногоболезненный вопреча твоих земли украинств и сущих, избави люди твои от междоусобной брани, утоли кровопролития, отврати на лежащие беды, лишенная крова в виде в домы, алчущая напитай, плачущая утеша, разделенная совокупи, не остави стада своей отродник своих во ослаблений и сущих умалитеся. Но скорая примирение, ко щедро даруй, ожесточенных сердца умягчи и к твоему познанию обрати. Мир церкви твоей и верным чадом я подашь, да единим сердцем и едином и усты, прославим тебя Господа и Спасителя нашего во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 У него нет никого посредника между нами Богом, кроме как самого Христа Спасителя. Нет иного имени, кроме имени Господа Иисуса Христа, который надлежал его нам спастись. Мы видим, как духовенство, получая из рук владыки дискос, потир, копье и лжицу, изображающие копье и трость, исходят из алтаря к царским братам, с благоговением склоняя колено, передают владыке митро, эмофор, кадила, а затем и дискос, на котором сейчас находится приготовленный хлеб для совершения таинства Евхаристии. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим, как чаша и дискос были занесены. В алтарь и поставленный сейчас на святой престол. В них находится вино, которое становится кровью Христа, и хлеб, который станет телом Христовым. По слову самого Бога, который говорил нам и заповедовал нам, так совершать его воспоминая. Потому совершается так отныне во всех православных храмах. И престол, на котором стоят сейчас чаши и дискос, опять-таки является напоминанием о гробе Христовом. Именно вокруг, на это место, которое изображает престол, было положено тело Господа, воскресшего в третий день по Писаниям. А мы прославляем Бога, благодарим, словно со ангелами разделяя хвалебную песню «Аллилуйя», то есть «Хвалите Бога». Всех присутствующих в храме благословляет митрополит Данил свечами. «Исполайте, деспота», — поет хор, что с греческого буквально переводится «На многое лето, господин владыка». Божественная литургия продолжается, звучит. И к теня исполним молитву нашу Господи. Божественная литургия продолжается, звучит. Мы видим картинку того, что находится сейчас в алтаре. Обратите, пожалуйста, внимание, что на престоле, на напоминающем стол, а он так и называется, престол, возвышенный жертвенник или трон, возвышенный трон, находится обычно одно и то же, располагающееся по уставу. Мы уже сказали о том, что на престоле находится плат антиминц, на котором совершается литургия. В этот плат вшита частица мощей мучеников. Сейчас под антиминцем лежит плащаница. Также мы увидели, на престоле находится Евангелие. Евангелие, как Слово Божие, всегда пребывает на главной святыне храма, в алтаре, на престоле, потому что Слово Божие, есть святыня, есть самоочевидная ценность для каждого православного христианина. Также на престоле мы можем увидеть напоминающие церковь, храм, сосуд. Это напоминающая церковь сооружения в центре престола. Есть не что иное, как дарохранительница. В этой дарохранительнице, вот обратите, пожалуйста, внимание, с правой стороны под куполом, в виде церкви, эта дарохранительница, в ней, внутри ее, хранятся святые дары, а именно раздробленные на маленькие частицы, частички тела и крови Христа Спасителя. Эти святые дары заготовляются в Великий Четверг, то есть буквально 2-3 дня назад. И находятся они здесь для причащения болящих, больных. Вы, наверное, знаете, что когда больные люди, находящиеся дома, не могут причаститься к святых христовых тайн, они всегда могут обратиться, и они или их родственники, обратиться в любой храм с просьбой, чтобы священник пришел и причастил их, больных, немогущих прийти в храм. Священник, принимающий решение прийти и причастить, в дарохранительнице берет одну из частиц тела и крови Христа и идет в дом, да, прямо домой к болящему. Поэтому эта практика очень распространена в Церкви, и была и в древности, и в современном, и в настоящее время распространена. Но не так часто православные христиане пользуются этим, просят, обращаются в храмы к священнослужителям, чтобы те пришли и причащали их больных родственников, которые уже за немощь, по своему состоянию, не могут оказаться в храме и причаститься к святых христовых тайн. Вот запасные дары хранятся здесь, на престоле, в дароносице. Мы только что видели, как, раскачивая платом, воздухом, духовенство осеняло главу, подклоненную к престолу, главу митрополита Даниила. В это время поется символ веры, и символ веры также читается и священниками в алтаре, символизируя о нашем единстве в вере. Этот колеблемый воздух напоминает еще о землетрясении, которое сопровождало воскресение Христа. Помните евангельские события? По завершении пения символа веры начнется совершение особой важности части богослужения, так называемый евхаристический канон или правило. Канон значит правило. Евхаристия с греческого переводится как благодарение, то самое таинство, благодарение, за которым осуществляется приложение хлеба и вина в тело и кровь Христа. Станем добре, станем со страхом, вонмем, то есть будем внимательны, сосредоточены. Святое возношение, именно эти хлеб и вино, возношение в мире приносить. Святое возношение, именно эти хлеб и вино, возношение в мире приносить. Святое возношение, именно эти хлеб и вино, возношение в мире приносить. Святое возношение, именно эти хлеб и вино, возношение в мире приносить. Святое возношение, именно эти хлеб и вино, возношение в мире приносить. Святое возношение, именно эти хлеб и вино, возношение в мире приносить. Святое возношение, именно эти хлеб и вино, возношение в мире приносить. Слава Богу! 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас в алтаре начинается подготовка к причащению святых тайн Христовых, а именно тела и крови Христа, духовенства и всех мирян. Мы видим, не совсем четко видим, но за Евангелием, обратите внимание, что Копием Владыка совершает раздробление, буквально разрезает евхаристический хлеб тела Христова на части по числу находящихся в алтаре священнослужителей. И спрашивает прощения у всех присутствующих, поклонам, благословляя всех присутствующих здесь. И молятся священнослужители Господу о том, чтобы Господь сподобил их достойно причаститься к святых Христовых тайн, не в суд, не в осуждение, но в исцеление души и тела в вечную жизнь с Господом. Таинство святого причащения, величайшее таинство, вкушение этого евхаристического хлеба и вина, мистически, духовно является вкушение, приобщение самого тела и крови Христа Спасителя. Господь Иисус Христос говорил нам, используя очень богатый символ виноградной лозы, говорил Он нам о единстве Церкви, о нашем единстве со Христом. Он говорил так, я истинная виноградная лоза, а вы ветви. Ветвь не может приносить плода, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, ибо без меня не можете делать ничего. Таинство святого причащения, через хлеб, вино, через тело и кровь мы причащаемся, мы становимся частью, неотъемлемой частью этой духовной виноградной лозы, тела Христова, Церкви Христовой. Мы становимся единоплотяны со Христом и друг с другом. И по всей правде истинно, можем называть друг друга, благодаря причащению, называть друг друга можем братьями и сестрами во Христе, ибо одной плоти и крови Христовой мы причащаемся, приобщаемся, вкушаем ее. Она освящает, обожает нас. К этому обожению, преображению и призывается всякое человеческое естество. И только человек, даже задумайтесь не ангелы, только человек, потому что и Христос был человеком, способен здесь, живя на земле, сподобиться этого таинства. Кто-то из богословов говорил о том, что таинство причащения, подобно тому, как мы вкушаем небесный хлеб будущей жизни. Уже здесь, на земле, мы вкушаем небесную пищу. Пищу вечности. Пищу будущего. Ту пищу, которая никогда не оставит человека духовно жаждущим и алчущим. Сам Господь, входя в тайны и сокровенные нашей души, преображает и освящает нас. Но единственное, может быть, препятствие на этом пути освящения нас – это грех человеческий. Это отлучение от правды Божьей. Это вольное или невольное нарушение заповеди Божьей, слов Христа Спасителя. И грех, входя в человеческую жизнь, обладающий разрушительной силой духовного разложения, отделяет нас от Бога, лишает нас этого благодатного, благодатной жизни, благодатного преображения, изменения. Удивительно, об этом ни тлея, ни преображения говорил один из знаменитых проповедников, миссионеров, священномученик Иларион Троицкий. Он так писал, так обращался к нам. Прислушайтесь к торжествующим напевам церкви. Не во дни только Святой Пасхи, но и во все Великие Праздники мы многократно слышим слово «нетление». Все дело спасения человеческого рода в церковном живом богословии изображается как дарование нетления. Значит, нам недоставало нетление. Мы находились в состоянии тления. Особое поучение, которое называется «Синоксарь» во Святую Неделю Пасхи, очень глубоко богословски определяет значение празднуемого события. «В этот день в Пасху с небесе сошед, воутробу Девы вселися, и ныне из адовых сокровищ человеческое естество все исхитив, изъяв, на небеса возвел и к древнему достоянию привел нетление». Древнее достояние или сокровище нетления. Здесь замечательны две подробности. Пасха становится рядом с событием Рождества Христова, и нетление называется древним сокровищем, древним достоянием. Церковь грех называет прежде всего тлением, утратой древнего достояния, нетление. Здесь нет юридических счетов с Господом. Человек отпал от Бога, совершил грех, и началось его духовное и телесное тление. Самозаконие в духовной жизни привело к рабству греху и страстям. Человек начал истлевать в обольстительных похотях. Душа гниет, душа истлевает. Это звучит странно, но на самом деле это так. Процесс духовного тления вполне определенно можно уподобить всякому гниению, разрушению. Если разрушается какой организм, если гниет организм, в нем все разрушается, и временами появляется зловоние, так и духовная природа, поврежденная, зараженная грехом, будто гниет. Душа теряет свое целомудрие, свою цельность, разлагается, слабеет в ней воле, все связывающее и все в ней себе подчиняющее. Вырываются из грешной души постоянные страстные помыслы, злые дела. При внимательном отношении к своей духовной жизни, всякий человек не может не удивляться тому, с каким трудом в душе прививается все доброе и прекрасное, и как легко и быстро в ней укрепляется все темное и злое. Не скажем ли поэтому мы, что-то недоброе живет в нашей душе? Она нездорова, больна. Тление господствует в нашей душе, и тлению с особенной очевидностью подчиняется наше тело. Душевную болезнь многие могут не замечать, могут заглушать шумом жизни, заглушать внутренний стон и вопли души. Но тление тела в смерти непровержимо. Немножко прервусь в этом слове о непасхине тлении священному ученику Илариона Троицкого, потому что сейчас в Иринском соборе начинается причащение мирян. Звучит молитва перед причащением. Звучит молитва перед причащением. Звучит молитвы. Звучит молитвы. Звучит молитвы. Звучит молитвы. Аминь. С молитвой перед причащением причистого тела и крови Господа Иисуса Христа причащается, дальше произносится имя причащающегося, и на ложечке ладыка и священники, которые совершают причащение в храме, которые преподают всем готовившимся истинное тело и кровь Господа Иисуса Христа, причащаются миряне. В причастии совершается удивительное таинственное единение Бога и человека, словно действенным становится спасение, данное нам Богом. Мы не могли бы сделаться нетленными и бессмертными, если бы нетленный и бессмертный Господь не сделался прежде тем, что и мы, то есть человеком. Мы не смогли бы причаститься, если бы Господь Сам не стал человеком в человеческой плоти. Нетленный и бессмертный в единство своей личности воспринял тлением и смертью мое естество, я-то бывшее. Естество тленное получило прививку нетления, и начался процесс обновления творения, процесс обожения человека, началось созидание Богочеловечества. Жало смерти притуплено. Тление побеждено в воскресении Христа, ибо дано противоядие болезни тления. Пасха нетления заставляет вспомнить таинство воплощения. Непроходимы были врата смерти. Все, рожденные на земле неизменно, к этим вратам подходили, за ними скрывались, трепетали, ужасались. Но вот воскрес Христос. Что это значит? Это значит, что спасение совершено истинно. Ведь человеческое естество соединилось с естеством божественным в лице Христа. Не Бог прошел через врата смерти, не перед Богом распахнулся вечность чертог, не ради Бога отвален камень от дверей гроба, но ради Бога человека. Вместе со Христом прошло через таинственные врата смерти наше человеческое естество, наша природа. Царствует смерть, но не вечную это. Страшна была смерть роду человеческому раньше смерти Христовой, но после Христового воскресения человек стал страшен для смерти. Ибо один из нас победил смерть, не остался во гробе и не увидел тления. Пасха – освобождение. Наша Пасха – освобождение от рабства, смерти и тления. Христос воскресе. Я знаю теперь, что мое спасение воистину совершено. Я знаю, что Бог действительно явился на земле. Мы были великие люди, победители стихии, победители природы, но смерть всех равняла и обнаруживала наше общее ничтожество. Кто это прошедший врата смерти? Он может быть только Богом. Значит, воистину воплощался Бог на земле. Воистину принесено церительное врачество против разъедающего меня и меня мучающего тления. Воплощение и воскресение сочетаются воедино. Воплощение Бога даст смысл воскресению, А воскресение с непререкаемостью уверяет в истине, в действительности, а не в призрачности и мечтательности воплощения. «Теперь не страшна мне смерть», – пишет священномучник Ларион Троицкий, – «не страшна мне смерть, ибо я видел победу над тлением. Я еще вижу в себе иной закон, вижу иной закон, нежели закон жизни. Я вижу закон смерти и тления, вижу я, как господствует временами грех надо мной. Но я знаю, что это господство поколеблено, что мое положение небезнадежно. Я могу теперь надеяться на победу, на одоление греха. Я могу надеяться на освобождение от рабства тлению. Теперь могу я с радостью взирать на предлежащий мне подвиг борьбы с грехом и страстями, ибо враг уже многократно побежден самоотверженными подвижниками, святыми людьми. На небе церковном сияют, как светило, святые Божии, которые, живя на земле, победили грех, достигли чистоты и целомудрия, то есть нетление достигли, а потому они, радуясь, отходили в путь всея земли. Нетление, то есть чистота и целомудрия, дает радость. Блаженство – это не внешняя награда, как мудрствуют недостойные богословы. Блаженство есть внутреннее следствие добродетели. Добродетель – делание добрых дел, есть здоровье души, а здоровый – всегда счастливее больного. Моя болезнь греховная исцелима, в этом убеждает меня Христово Воскресение. Мне открыто блаженство, рая. Никто же, никто, да не рыдает своего божества. Явись обообщее царство, явилась общая радость, явилась надежда на нетление, на искупление от греховного тления. От смерти к жизни Христос, Бог, нас привел. Остался позади египетский плен греха. Фараон погиб. Впереди – обетованная земля и нетленное царство, где обителей много, где радость вечная. Пасха нетления. Мира – спасение. В Ильинском храме завершается причащение мирян. Многие прихожане подошли к святой чаше, и это очень радостно. На Светлой Седмице также православные верующие, готовящиеся к причащению святых тайн Христовых, могут подходить к чаше и причащаться, даже не соблюдая физический пост по благословению духовника после исповеди, подготовившись, прочитав пасхальные молитвы, песнопения, могут приступать к святой чаше. К этому призываем все мы, священнослужители, всех людей, весь народ Божий. Божественная литургия постепенно подходит к своему завершению. Только что покодив святую чашу, владыка передает чашу или потир, стелану кровью Христа старшему священнику, протерею Владимиру, который, показывая ее в царских вратах всем присутствующим людям, возглашает слова «Всегда, ныне и приистны, во веки веков». И этот обряд напоминает нам о вознесении Господа Иисуса Христа пред лицом Его учеников и апостолов. На святом престоле сворачивается антиминс крестообразно, на плащаницу сверху над антиминсом поставляется Евангелие, звучит благодарственная ектинья после святого причащения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» 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 когда душа погибает в тело. Душа в тело, человек весь израненный, он сразу живет, и вдруг потом на нем радость разрастает, он выздоравливает. А вот смертью тела мы называем, когда душа погибает в тело. А что такое смерть души? Когда Дух Святой погибает в душу. Разрыв человека с Богом, вот это называется смерть. И вот когда Адамса грешила и был кризнан Израиля, то разделилась небо и земля. И вот Господь приходит на землю, берет на себя все грехи мира, их пригвождает на Христе, и расперзал он это в первых писаниях наших, а затем через смерть, через воскресенье и воскресенье на небо, вновь возвращает человеку возможность подняться на небо. Небо соединяется с землей. Он уничтожает первую смерть, которая называется разрыв человека с Богом, соединяя их с Богом. Ну а почему же Господь не уничтожил вторую смерть? Почему люди разлучаются? Почему души уходят на небо, а телеса дети сдаются? Это очень просто и понятно. Смерть физического, смерть тела человеческого страшит нас и заставляет более нравственно, правильно жить на земле, тем более земля это место и знание. место, где мы проходим школу, и кто больше в своем сердце аккумулирует хорошего, душеспасительного, кто больше научится любить, тот, кто и жизни будет выше. А тот, кто здесь ничуть не научился любить ближнего и Бога, а любит только себя любимого, то это называется не любовь, это называется даже в светском мире эгоизм. Такие люди не могут быть там с Богом. Бог отдал себя полностью нам, ради нас, родил свою кровь. И вот мы соединяемся с Ним во время Таинства приходим в храм, чтобы здесь подзарелить по-настоящему свои сердечные аккумуляторы, чтобы здесь соединиться с Ним, получить прививку. Здесь мы получаем прививку от самого страха на заваливание под названием грех, а потом идет туда и теряем. Теряем этот свой иммунитет и вновь заходим в храм, оба опять исправить природу. И так это бывает с каждым человеком до его смерти. А дальше будет разбор полетов. Как человек жив на этой земле, и от этого будет зависеть его будущее в храме. Но те, кто здесь живет со Христом, падает, но встает, молится за его, у того есть все шанс зайти на небо после смерти телесной, соединиться со Христом, как наши с вами предки, когда стоящие в этом храме, сколько им было тысяч людей, только Господь знает, за все эти годы, когда мы построим храм, а мы не обидав, на небе, и они нас видят, а мы не видим, они нас ждут, а мы должны здесь подготовиться, чтобы прийти к ним, и было не стыдно посмотреть их в глаза. Они ведь совершали опери, особенно в нашей, в наше почти время, эти двадцатые, тридцатые, в пятидесятые годы, когда исповедание веры требовало мужества, даже мученичества, и они прошли и посеяли свои тела, как семена, на которых мы с вами сейчас выросли. И вновь Россия обрела веру, пускай еще слабые, мы слабые, не будышны, не можем так быстро набраться сил, но мы идем по этому пути, и сами Господь, и молитва наших святых угодников тоже редко, которые когда-то были на этой земле, которые похоронены здесь, за этим храмом, и они молятся за каждого из нас. Я желаю каждому из нас как можно глубже проникать в нашу веру, совершать больше добрых дел, прощательную кругу грехи, и таким образом он вновь станет тем великим народом, которого до 1917 года не просто уважали, но даже страшились, боялись все те государства, которые жили рядом с Россией. Дай Бог и нам воспрянут, дай Бог и нам эту веру сохранить и передать будущим потомкам Аминь. Христос Воскресе! Звучит завершительное слово многолетия. Словами проповеди владыки митрополита Данила завершилось праздничное пасхальное богослужение в Свято-Илинском Кафедральном Соборе. Подходит ко кресту духовенство и верующие, те, кто принесли пасхальное яство, получают освящение, именно сейчас священник продолжает эту давнюю традицию. А я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучали сегодня, в сегодняшнюю пасхальную ночь, ко всем вам, дорогие братья и сестры. Желаю, чтобы радость праздника Пасхи Господней сохранялась в вашем сердце, в вашей семье. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Вместе с вами был священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска. Всего вам доброго и до новых встреч! Продолжение следует...